В этом видео вы увидите самое жуткое захоронение женщины, которую все боялись. Вы узнаете, как выглядит самая живая мумия в мире и узнаете, в чем уникальность мумий золотого мальчика. А в конце видео я покажу самые странные экспонаты в музее. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Самая живая мумия в мире. Эта история началась чуть более ста лет назад. Случилась она в итальянском Палермо в 1918 году. На свет родилась Розалия Ломбардо. И не дожив одной недели до своего второго дня рождения, девочка умерла от воспаления легких. Понятное дело, что успеть стать популярной у девочки просто не было времени. Все произошло после смерти. Отец девочки был убит горем. В связи с этим он решил воспользоваться услугами лучшего специалиста того времени Альфредо Салафии. Специалист по мумификации ввел в артерии девочки специальный состав из формалина, хлора, спирта, салициловой кислоты, глицерина и цинка, чем уберег ее кровеносную систему от разложения. После данного процесса мумификации девочку поместили в маленький стеклянный гроб. И по сей день ее тело хранится в маленькой палермской церквушке. Этой девочке 100 лет, а выглядит она как живая. И все, кто видел мумифицированную девочку, не верят, что она спит. Мумификация помогает телу храниться продолжительное время. Однако из-за естественного процесса разложения здоровый и свежий вид у покойного в любом случае будет видоизменяться. Невозможно провести мумификацию, чтобы полностью сохранить оттенокожий цвет глаз такими, какими они были при жизни. Как говорится, невозможное возможно. То ли в нашем случае произошло чудо, то ли специалист по мумификации действительно обладал огромным талантом. И это не все. Ученые, которые постоянно наблюдают за телом девочки, фиксируют посылаемые ее мозгом слабые электрические импульсы длиной 33 и 12 секунд. Такие импульсы характерны для живого человека. Хотя факт смерти девочки был подтвержден не один раз. Что бы это ни было, но загадка самой живой мумии в мире вынуждает туристов со всего мира приезжать в Сицилию и лично наблюдать за маленькой девочкой с желтым бантом на голове, которая выглядит как живая. А вы знали, что уже почти месяц я веду канал в Телеграме, где каждый день пишу о находках археологов, экспонатах в музеях и других интересных исторических фактах. Если хотите больше узнавать о Древнем мире, то переходите еще и в Телеграм. Ссылка на него в описании под видео. Гигантский меч в Японии Япония славится своей историей, а особенно историей древних мечей, которые имели необычно большой размер. В кургане Томио Маруяма археологи нашли железный меч Дако длиной 2,3 метра. Клинок Дако получил свое название из-за своей волнистой змеевидной формы. Такие мечи японские археологи часто находили в погребальных захоронениях и всего таких находок уже более 80. Но этот меч имеет свою уникальность, он самый длинный из всех, который сохранился целиком. Такие мечи использовать в бою было невозможно, тем более учитывая средний рост японцев. Скорее всего, меч действительно применяли только в качестве различных церемоний. Зеркало и щиты использовали как инструмент для защиты умерших от злых духов, а гигантский меч мог усиливать такую защиту. Кроме меча в погребении нашли бронзовое зеркало в форме щита, хотя обычно такие зеркала имели круглую форму. Его размеры были 64 на 31 сантиметр, а вес почти 6 килограмм. Археологи пока что не заметили следов мародерства, поэтому они надеются, что смогут понять, кто находится в закрытом гробу и кому принадлежит погребальный инвентарь. Примерный возраст захоронения 300 и 710 год нашей эры. Захоронение с безголовыми скелетами На археологическом участке в Рабле-Вельке-Лехембе в Словакии археологи обнаружили жуткую находку. В одной могиле было похоронено 38 человек, однако все они были без головы. Примерный возраст захоронения 5000 лет до нашей эры. Похоже на то, что это место было крупнейшим поселением раннего неолита в Центральной Европе. Кроме захоронения, исследователи идентифицировали 313 домов, в 80 из которых жили люди в одно и то же время. Все строения они формально поделили на три деревни. Ученые уверяют, что в этом поселении жили около 600 человек. Одна из деревень была окружена двойным рвом, длиной почти полтора километра. В этом рву археологи и нашли останки 38 человек, в том числе и ребенка. Кости похороненных были перемешаны между собой, поэтому археологам пришлось потратить много времени, чтобы отделить из огромной кучи костей 38 персонажей. Интересно, что в районе Врабли археологи уже находили обезглавленные скелеты. И тогда они сделали вывод, что в таком захоронении был сакральный смысл. Однако то захоронение отличалось от нового. В прошлом случае для каждого человека была вырыта отдельная могила, а в нашем случае тела 38 человек были скинуты в одну яму и лежали как попало. Но напрашивается логичный вопрос, где головы? У некоторых скелетов обнаружили первый шейный позвонок, значит это не было казнью или жертвоприношением. Головы удалялись планомерно и аккуратно, если так можно выражаться о человеческой голове. А как насчет истории о Нидерландах, которая покоится под водой? Маленькая Голландия под водой Подводным археологам наконец-то удалось определить, что за корабль покоится на глубине 32 метров рядом с английским берегом. До сегодняшнего дня этот корабль везде указывался как неизвестный корабль, затонувший у Истборна. Сейчас же, после долгих лет исследования, удалось установить, что это Маленькая Голландия. Это голландский корабль 17 века, который занимался перевозкой мрамора. Построен был в 1656 году. Кроме своего прямого назначения, судно участвовало во всех крупных сражениях Второй Англо-Голландской войны. Обнаружили корабль в 2019 году и сразу же судно получило статус сверхважной находки и ей предоставили самый высокий уровень защиты. Изучение корабля 17 века позволяет заглянуть глубоко в морскую историю того периода. На корабле находились сокровища, которые поднимут на сушу и после всех этапов изучения отправят в музей. История кораблестроения Англии и Нидерландов очень захватывающа, ведь эти страны создавали лучшие корабли той эпохи. Кроме некоторых сокровищ на корабле были пушки, итальянский мрамор и итальянские керамические изделия. Мрамор должен был попасть в Нидерланды для строительства престижных домов. Для кого-то может показаться незначительной деталью узнать название корабля, а на самом деле это важнейшее открытие. Благодаря множеству исторических записей об этом корабле у историков уже есть вся информация. Таким образом становится гораздо легче понять, кому он принадлежал, для чего его использовали, куда он направлялся и почему оказался на дне. История с кораблем это реальный исторический факт. А что насчет древнегреческих мифов? Тайник в затерянном городе из мифов Приятно, когда древний город из мифов оказывается реальностью и действительно скрывает сокровища. Один из таких городов нашли археологи на территории Греции и называется он Теней. Об этом городе информация у историков была только на основании мифов. Но если верить древнегреческих мифов, то и Минотавр где-то должен быть. Поэтому ученые скептически относились к древнегреческим текстам. Во время раскопа города Теней исследователи нашли несколько древних тайников с монетами. А это уже не похоже на миф, ведь монеты настоящие. Случайное открытие сделали местные жители в 1984 году, когда копая колодец, они наткнулись на древний саркофаг. Пока сюда прибыли специалисты по изучению официальной истории, об этом месте уже давно знали мародеры. И частично древний город был уже разграблен. То ли мародеры были ненастойчивыми, то ли награбленного было им достаточно. Археологам все же хватило материала для дальнейшего изучения города. Они обнаружили крупное общественное здание римского периода со сложной каменной кладкой. Во время изучения этого здания археологи нашли тайник с 18 серебряными и медными монетами. А рядом в другом тайнике находилось 2100 различных монет. Примерный возраст их 5-6 век нашей эры. Рядом с городским некрополем команда исследователей раскопала римское захоронение с подземной погребальной камерой. Внутри нее археологи обнаружили монету 1 века до нашей эры, отчеканенную в Каринфе. Бронзовую монету из Афин классического периода. Лампу с изображением бога Ареса. Стеклянную курильницу для благовоний. Урну, чашу и лампу. А в самой гробнице был похоронен ребенок. Самое последнее упоминание о городе Тене было в древнем тексте географа 2 века нашей эры Павсания. Он считал, что город был построен троянскими военнопленными примерно в 1100 году до нашей эры. Если в мифах Древней Греции есть реальная история. Так что насчет саг о древних викингах? Смотрите дальше. Двойное захоронение эпохи викингов. Уникальную находку сделали археологи в 1981 году рядом с деревней Гедруб, недалеко от города Раскилле, что в Дании. Исследователи нашли не просто необычное, а очень странное захоронение по тем меркам. В могиле лежали женщина и мужчина, но похоронены они были совершенно по-разному. Реконструированное погребение сегодня считается главной достопримечательностью местного музея в Раскилле. На фото видно, как огромные камни лежат на груди, левой руке и ногах женщины. А рядом лежит тяжелый наконечный копья длиной 40 см. Определить пол по костям не всегда можно на 100%. Но в нашем случае археологи уверены, таз скелета мал. Однако специалисты уверены, что женщина рожала не один раз. Также по скелету видно, что женщина не молодая. Копье слишком крупное для того, чтобы его реально использовать в бою. Поэтому оно было больше символическое. А вот с камнями история получается более интересная. Есть мнение, что огромные камни положили на женщину из-за страха перед ней. Люди думали, что таким образом это убережет их от того, что женщина сможет встать после смерти. С мужчиной тоже были вопросы. Видно, что шея у него была сломана, а ноги связаны. Значит его повешали. Это больше похоже на преступника. Но положить в одну могилу преступника и женщину-полувоина кому бы могло понадобиться? Было предположение, что это слуга женщины до того, как не сделали ДНК-тест погребенных. Оказалось все еще более запутанным. Женщина и мужчина были родственниками, мама и сын. Получается, мы нашли истинную причину страха перед этой женщиной. Ее закидали камнями, чтобы она не смогла встать с могилы и отомстить за смерть сына. А тяжелый наконечник копья, скорее всего, был посохом ведьмы. Вы можете подумать, что это полный бред. Но и этом есть объяснение и совпадение в древней саге, написанной в 13 веке. Сага рассказывает историю колдуньи Катлы и ее сына Одда. Одда был преступником. Однако ранить или убить его никто не мог. Ни ножом, ни топором. Поскольку его защищало колдовство матери. Она прятала своего сына дома и превращала в собаку или свинью. Но появилась другая колдунья, которая смогла их разоблачить. По итогу, сына повесили прямо на глазах матери, а мать закидали камнями. Но она успела проклять своих убийц. Совпадение очень интересное. Неужели археологи смогли найти реальные доказательства древней саги? Если мифы и саги могут быть реальными историями, то что насчет золотого мальчика из Египта? Магическая защита золотого мальчика Нам кажется, что любая находка из древнего Египта сразу же попадает к ученым, которые занимаются ее изучением. Но так бывает не всегда. Наша история началась еще в 1916 году, когда археологи на древнем кладбище в местечке Наг-эль-Хасай на юге Египта нашли мумифицированного золотого мальчика. Мумию отнесли в подвал египетского музея. И все это время к ней никто не прикасался. И буквально на днях мальчика решили просканировать. Почему этого не сделали раньше, непонятно. Возможно, ее просто не замечали. Хотя очень сложно не заметить мумию ребенка, полностью покрытую золотом и драгоценностями. Уже сам факт такого украшения говорит нам о том, что мальчик был непростым смертным. Чтобы уберечь мумию от разрушения, ученые использовали компьютерную томографию. Так им удалось узнать, что мальчик обладал магической защитой. В тканях, которыми был обернут мальчик, ученые рассмотрели 49 амулетов различных типов. По мнению историков, эти амулеты не только помогали уберечь усопшего в загробном мире, но и обладали свойствами, чтобы воскресить мальчика из мертвых. Это были амулеты, выполненные в виде глаза Гора, Скорбеев, Узла и Сиды. Также был амулет Ахет в виде восходящего солнца. Многие из них сделаны из золота, а некоторые из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. Кроме амулетов была еще одна особенность. Мальчик был похоронен сразу в два гроба. На внешнем саркофаге были греческие надписи. Мальчика мумифицировали по обычаям того времени. Внутренние органы удалили, а вместо мозга была смола. Также на нем была замечена золотая маска. Обут он был в белые сандалии и украшен гирлянда из папоротника, что имело большое ритуальное значение. Согласно книге мертвых, белые сандалии предназначались для того, чтобы мальчик мог выйти из гроба. От загадочной золотой мумии подростка перейдем к странным экспонатам в музеях. Самые странные экспонаты в музее Музей это то место, куда в принципе и попадают все находки археологов, где любой желающий может их рассмотреть поближе. О таких экспонатах я расскажу вам дальше. На фото верхняя часть тела древнего кельта, которого почти 2000 лет назад принесли в жертву. На момент смерти парню было около 20 лет. Убили его довольно жестко, хотя на то время такая смерть была знаком особой милости. Перед жертвоприношением ему отрезали соски, разрубили его на части и сожгли. Интересно другое. У парня были очень ухоженные ногти, а это значит, что он был кем-то из правящей верхушки. Суровые галлы таким образом приносили в жертву вождя, когда у того подходил срок правления. А 20 лет для вождя считалось закатом карьеры. Этому барашку на колесе как минимум 150 лет. Жуткий он не только своим видом, но и легендами, которыми он оброс за время нахождения в музее. Сотрудники канадского музея считают барашка проклятым и уверяют, что слышат звуки по ночам, как скрипит его колесница. А сторожа сходят с ума от страха, включая громкую музыку, чтобы не слышать, как барашек перемещается по музею. Конечно же, скорее всего, это местная страшилка. Однако выглядит эта игрушка все равно жутко. А это настоящее сердце овцы, уже не игрушечное. Оно полностью утыкано булавками, гвоздями и иглами. А выполняло это сердце очень важную роль. Оно уберегало своего владельца от врагов. Честно говоря, я не совсем понимаю, как такой жуткий мерзкий кусок мяса с булавками может оберегать от врагов. Возможно, дело в том, что я не силен в магии. Эта косточка считается ритуальной в тибетском буддизме. Она не такая простая, как вам может показаться. Эта косточка с набалдашником способна издавать удивительный звук куйруру. Эта кость тоже, как и предыдущий амулет, способна отпугивать злых духов. Материалом для ее производства служит берцовая человеческая кость. Буддисты верят, что лучше для этого подойдут кости девочек. Кто мы такие, чтобы спорить с тибетскими буддистами? Чтобы комплект был полным, необходимо еще иметь барабаны из двух черепов. А в конце видео я бы хотел попросить вас подписаться на канал в YouTube и Telegram. Поставить большой палец под видео и написать добрый комментарий. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока!